Привет, с вами канал Стань Студентом, канал для тех, кто планирует получать образование. В школах иногда запрещают сдавать ЕГЭ. В рамках этой темы обсудим три ситуации, с которыми сталкиваются наши зрители. Первая, когда полагаешься только на школу. Вторая, когда случайно сдаешь только два ЕГЭ. И третья, когда совсем не выбрал никаких альтернативных ЕГЭ. Поехали! Первая ситуация возникает, когда вы полагаетесь только на решение школы. Да, вы к школе привыкаете, да, знакомые учителя, да, знакомые педагоги, консультанты, друзья в классе. И вы смотрите, кто куда поступает, что может учитель, что рекомендует учитель. И да, я, конечно, это нормальная история, когда педагог, который вам нравится, информатик, математик, что-то вам рекомендует, вот это сдавай, это не сдавай. И вы, конечно, этому верите, это хорошо, это очень достойно. И в школах много классных учителей, которые могут посоветовать вам правильный механизм поступления. Но иногда возникают такие ситуации, когда педагоги неумышленно вам рекомендуют выбирать тот набор ЕГЭ, то есть школа рекомендует, что невозможно будет использовать при поступлении. Была такая ситуация несколько лет назад, когда к нам обратилась действительно отличница, аттестат с отличием. Она пришла в университет с мамой поступать, показывать свои документы. Мы смотрим, и мы все были шокированы, когда у этой барышни было только два ЕГЭ, русский язык и базовая математика. Естественно, она очень удивилась, когда мы ей отказали в поступлении, сказали, что вы можете только в колледж поступать. Были слезы, были разочарованные глаза. Поэтому давайте в такие истории не играть. Обязательно нужно консультироваться с университетом. Обязательно нужно приходить на день дверей. Обязательно нужно позвонить, либо прийти лично в приемную комиссию и удостовериться, что конкретно нужно для того, чтобы получить высшее образование. Поэтому не расслабляйтесь. Да, школа это хорошо. Да, там есть хорошие наставники, педагоги. Но все-таки вы поступаете сами, это ваш выбор, вам учиться. Поэтому нельзя этот выбор оставлять только по решению того, что вам рекомендует, либо запрещает школа. У школы тоже есть свои отчетности. Есть все-таки самое главное, вас выпустить и дать вам на руки школьное тесто. Дальше это уже не проблема школы, это будет ваша проблема. Вторая неприятная ситуация, которая может произойти с выпускниками 11 классов, это когда на руках при поступлении в университет остается только два ЕГЭ. Которые каким-то образом можно использовать при поступлении. Все вы знаете, что чаще всего для поступления на большинство специальностей, большинство направлений подготовки требуется как минимум три ЕГЭ. Ну, к примеру, если мы выберем такое направление подготовки, как информационная безопасность, специалитет, то здесь понадобится русский язык, математика профильная обязательно, и третьим экзаменам понадобится информатика. И вот бывают такие ситуации, когда выбрал в школе информатику, но в школе не было достойного информатика, и просто-напросто вы информатику завалили, либо не сдали, либо не хватило буквально одного-двух баллов. Что делать в такой ситуации, никто не знает, и вы в итоге можете использовать только русский язык и профильную математику. Да, есть выход из этой ситуации, когда можно найти такие направления подготовки в университете, где вместо третьего ЕГЭ нужно будет сдавать внутреннее вступительное испытание. Таких сочетаний, кстати, может быть несколько, вот именно двух ЕГЭ. Это русский математика, русский общество, русский география, русский история, русский биология. Мы, в принципе, на канале делали разбор этих ситуаций, что можно предпринимать и куда можно поступить. Пожалуйста, можете пользоваться. Ссылочка будет внизу в описании. Но, тем не менее, это уже не стандартная ситуация, уже вам приходится что-то делать. Кстати, те, кто не знают, что можно поступить, используя два ЕГЭ, они поступают в колледж, учатся там 3, а то и 4 года, а потом вот с огромными глазами и с удивлением приходят в приемную комиссию и узнают, что они могли поступить сразу в университет. Да, потом можно перевестись на любое другое направление, но лучше вообще в такие ситуации не попадать. Такое происходит ровно потому, что школа не рекомендовала какой-то еще дополнительный выбор от ЕГЭ, либо понимала, что слабая подготовка и не сказала это ученику, либо школа понимает, что вы не сдадите и вообще говорит вам сдавай только этих два ЕГЭ и все. И это печальная ситуация, так как вам поступать, вам нужно как-то действовать в этой ситуации, школы уже под рукой у вас не будет и школа на эту ситуацию никак повлиять не может. Поэтому не зацикливайтесь только на каких-то предметах, если нет в школе учителя, не слушайте школу, выбирайте то, что вам нужно для поступления. Опять-таки у вас есть подготовительные курсы, которые есть при вузах, есть дополнительные занятия, репетиторы. Все можно предпринимать, чтобы у вас получилось. Но не полагайтесь только на совет школы. Если в школе информатику ведет физрук, то понятно, что ни к чему хорошему, либо достойному результату это не приведет. Естественно, что школа это понимает, она будет рекомендовать не выбирать информатику. Она может сказать, нет, нельзя выбирать физику, нельзя выбирать химию. И даже бывают такие случаи, когда школа начинает даже так давить и говорит, если ты выберешь информатику в качестве ЕГЭ, то мы тебя не допустим какой-либо аттестации, либо вообще эта история закончится печально для тебя и будем на тебя всячески давить весь процесс, пока ты будешь учиться. Да, некоторые сталкиваются с таким давлением в школы, но тем не менее, если вы уверены в своем результате, обязательно выбирайте то, что вам нужно. И самое главное, настраивайте процесс. Третья ситуация, когда нет альтернативных ЕГЭ. Да, хорошо, да, классно, вы выбрали три ЕГЭ. Русский, к примеру, на то же информационную безопасность. Третья ситуация, когда нет достойного выбора альтернативных ЕГЭ. Когда вы сдаете только три предмета по ЕГЭ, стандартная ситуация, поступаем на информационную безопасность, нужен русский язык, математика, профиль и информатика. Вот вы все их три сдали, но так получилось, что с информатикой, ну, не лучшие результаты пошли. Либо по русскому языку что-то не получилось, либо по математике профильной. Вот получили вы 50 баллов или 60 баллов. Да, неплохо, но для конкурса, для участия в конкурсе, нужно более высокие результаты. И здесь очень здорово, если у вас есть альтернативный ЕГЭ, к примеру, вместо информатики, на это направление подготовки в мой университет, в университет-партнер ДГТУ, можно показать химию, либо можно показать физику. Поэтому, если у вас были такие альтернативные предметы по физике, по химии, и баллы более высокие, то приемная комиссия автоматически выберет эти результаты, и вы в конкурсном списке подниметесь на более высокое место, это вам позволит поступить на бюджет, особенно на IT-направление, где сейчас конкурс очень серьезный, это популярное направление. Поэтому школа, если видит, что нет достойного физика, нет достойного информатика, нет достойного химика, говорит, нет, пожалуйста, не надо, не выбирай это направление, мы не знаем, как ты подготовишься, мы боимся, что ты завалишь. Это будет очень плохой результат и показатель для школы, это отрицательно скажется на нашей отчетности в школе. Поэтому некоторые школы прям вот принуждают не выбирать какие-то предметы. Не ведитесь на это, подключайте родителей, подключайте репетиторов, настраивайте весь процесс подготовки, и у вас все обязательно получится. Но каждый год мы сталкиваемся ровно с одной ситуацией, когда в приемную комиссию на день дверей приходит молодой человек, либо к нам обращается на канал и говорит, что мне выбирать. Мы говорим, выбирай помимо информатики что-либо еще. И ребята боятся, они не чувствуют давление школы и не выбирают альтернативный ЕГЭ. В итоге эта ситуация приводит к тому, что вообще на руках остается либо два ЕГЭ, либо такой набор ЕГЭ, который не позволяет пройти в конкурсе и занять это бюджетное место. Поэтому, друзья, выбирайте как можно больше. Конечно, в каждом ВУЗе нужно узнавать, есть свои предметы альтернативные. Ситуация может разниться от ВУЗа к ВУЗу, поэтому неплохо было бы прийти на день открытых дверей и там все это подробно узнать. Ну, в ближайшее время, конечно, постараемся для вас записать отдельный ролик, что нужно узнать об университете, пока вы учитесь в 10-11 классе, чтобы вы точно были готовы к поступлению и к процессу обучения. Такой пошаговый алгоритм мы обязательно вам расскажем. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Желаем всем успешного поступления. До скорых встреч!